всем привет вы на канале в уран гараж 35 и это будет очередной блоге сегодня у нас на ремонте купил я себе мопед и решил я восстановить двигатель то есть не запускается он запускается но толком не работает поэтому думаю залезущая быстренько перетряхну но не тут то было началось с того что коленвал получается был с большим биением большим биением биение я убрал вене убрал сейчас у нас получается на цапе вариатора в районе двух соточек она саппи зажигания район в районе 3 было больше было на зажигание было 012 а на цапе вариатора было 025 024 то есть слишком много коленвал был слишком привозил это фигня тут немного работы было потом расточил все окна расточил окна поправил было ужасно надо было сфотографировать но потом уже подумал то есть продувку все поправил сделал более красивее и поднял выхлопное окно на полтора миллиметра на полтора миллиметра поднял выхлопное окно принципе зазоры в кольцах более-менее нормальные поршень конечно болтается зазор юбка поршня на большой будет зато не прихватит вот немножко занять но он не занял кстати потом на этом мопеде был получается подача масла была через вкусной коллектор это все и дело заварил аргоном здесь тоже все расточил чтобы было побольше отверстия было все кривое вкусной коллектор заварил заодно съездил ездил карбон щеку ладонька лежит лебедка лебедка лопнула барабану и вот здесь не заварили и лопнула вот это вот деталь тоже заварили алюминий как сказал аргонщик говно как бы спорами получается и постоянно но алюминий кипит короче прислата по творить это как он не сказал дальше по моему по мопедке естественно да здесь был впуск получается для смазки подшипников через пуск было вот это отверстие она сейчас у меня соответственно вот там заглушена там заглушена я просверлил новое отверстие у меня мотор горизонтальное расположение цилиндра то есть вот шпильки цилиндра и вкусной патрубок находится вертикально ну и максимально вертикально просверлил отверстие туда подшипнику 2 полукартер полукартер да у нас получается здесь 204 подшипник здесь 205 подшипник но купил я подшипник 205 подшипники skf скф и вот 205 здесь же стоял подшипник china town моденчина и эль эль си не знаю как не прочитать но подшипник с маркировкой 205 x2 что эта маркировка обозначают обозначают она то есть у его внутренней 25 наружный 52 штатный 15 миллиметров а этот подшипник 13 миллиметров ну видно да что разница есть подшипники и вот я вчера думал все быстренько соберу ставил новый подшипник вставил новый подшипник и он у меня из картера торчал 2 миллиметра я как бы обратил на это внимание но парни даже не подумал бы что так может получиться то есть ну торчит подшипник торчит думаю так и надо захлопаю половинки и у меня просто-напросто ну остается щель промеж картеров а потом уже взялся за коленвал и коленвал зажала я думаю что такое я обратно все разобрал а потом ты доперла до меня что подшипник не такой достал подшипник обратно померил он на 2 миллиметра больше но в результате этого да как же в результате сжимания поджимал болтиками у меня соответственно и загнул основа коленвал и снова его правил то есть у меня изначально первый раз когда его правил у меня было на соответ зажигание соточка было практически стрелка не шевелилась там в районе даже 5 микрон не так я бы так сказал а на царке вариатора было две с половиной как и сейчас то есть он поправился назад но сейчас на царке зажигания чуть побольше не могу не могу больше исправить потому что ну потому что не могу не получается на призмы ну то есть у меня призму подшипники призму какая разница то есть вот в это место опоры я не могу поставить потому что здесь разные диаметры и у меня нету такой функции чтобы регулировать по высоте одной из одной из призм надо кстати сделать будет потому что было такие валы попадаются это не первый вал не первый вал попался такой поэтому надо будет сделать вал нормальный еще пришлось бы вот здесь люфтец был сильный но сейчас уже в районе тут наверно где-то полумиллиметра было где-то в районе полутора миллиметра я поджимал вот эту цапку поджимал в прессе задавил прессом его и все нормально и потом уже вы равно вот и у меня получается что с этим мопед кай проблема то в чем проблема я не могу купить вот такой подшипник найти магазине в интернете они есть надо заказывать заказывать неохота вариант какой вариант просто-напросто сейчас несчастная завтра съезжу уже сегодня неохота ехать завтра съезжу к фрезеровщику и он не просто-напросто расходе вот картер здесь у нас 15 миллиметров то есть вот два миллиметра не доходит а если отпуститься вот сюда у нас как раз 15 миллиметров идет вровень с картером но я фрезеровщики попрошу то есть он не уберет вот этот поясок внутренний внутренний поясок уберет то есть вот это штатный был масло канал он идет у нас вот отсюда он соответственно работать не будет у меня просверлен новый масло канал масло подачи вот так немножко бачком и сюда вышел и получается он не вот этот масло канал просто немножко как бы сюда выдаст чуть-чуть и все сальнику мы ничего не помешаем мясо тут достаточно чтобы сфрезеровать будет все чётенько зато потом никаких проблем с подшипниками с поиском подшипников не будет то есть будет сделано под что этот вот гостовский подшипник 205 вот как-то так ладно с этим путарелла у нас на сегодня все его конечно за один день соберу но не фортанула не получилось ладно соберу соберу после того как от фрезеруют а так у меня вот такая помойка не пластика ничего нету но нормально станочек по станку будет отдельной серии то есть покажу как что к чему и как как это делается как это ремонтировать сейчас сейчас мы будем у нас же снеговодный канал правильно сейчас мы будем потихонечку начинать собирать моторы как я и говорил в прошлой серии это у нас мотор один всем же а другой мотор в якутск будем их собирать потихонечку на хотя бы сегодня собрать низы буду делать оба мотора в паре скорее всего или по одному не знаю может по одному мотору начну с якутского мотора потому что там там новый мотор будет там будет новый коленвал и кроме картера будет все остальное новое вот все остальное новое и мотор этот покажу вот на примере этого мотора покажу стоит ли покупать вот эти моноблоки до собраны голые блоки стоит ли покупать их многим уже объяснял что это одноразовые моторы односезонные хоть они заводские но там стоят самые дешевые комплектующие которые не пошли на конвейер на сборку двигателей для именно для снегохода а пошли как запчасть на сборку вот этих голых блоков до дешево сердито но хватать его на один максимум на два сезона и уже я наслушал отзывов от них ну от многих хозяев вот так вот парни примеров для кого развалился мотор предостаточно поэтому все сейчас переодеваемся потихонечку и будем заниматься будем заниматься бурановским мотором сейчас чуть потом еще 8 9 сейчас 6 должны привести детский квадроцикл детский квадроцикл там на работ перебрать мотор я не понял то хозяину как бы клиента не понял недопонял немножко но суть в том что что-то там с мотором в процессе процессе сборки бурановских моторов чтобы от них немножко отдохнуть соберем еще детский квадроцикл как-то так все переодеваемся и будем работать так пригнали квадроцикл получается это у нас мотоленд мотоленд 125 диаметр цилиндра 52 миллиметра такие сейчас я уже ну в курсе да что тут сломано закончилась у нас резьба нету резьбы нету резьбы и проблема в том что получаться здесь у нас свеча 10 миллиметров все так возьмем дешево так резьба у нас 10 миллиметров ну на глаз примерно витков нету 10 миллиметров следующая резьба у нас идет вот такая у меня есть свечка от c500 c500 и у нас резьба здесь уже двенадцатая по моему здесь двенадцатая резьба вот но проблема в том что так получается что 12 миллиметров у нас как бы может вылезти на на клапан на клапанок может вылезти но так с клиентом и с клиентом я еще не разговаривал как бы я ему изначально предложил просто поменять головку полностью головку поменять потому что как бы но я предполагал что такая ситуация будет что тут не хватает просто напросто тело чтобы нарезать следующую резьбу но сейчас посмотрел и вроде бы как вроде бы как думаю нарежется метчиком метчик есть такой вот единственная проблема да сейчас будет это свеча cf cf и она с длинной юбкой а нам нужна свеча получается 12 миллиметровая резьба и чтоб она была с коротенькой юбкой вот это будет задача то есть сейчас ездим магазин магазин если найду свечу позвоню клиенту скажу что попробую нарезать да и обойтись меньшей кровью то есть не надо будет тратить такая головка нового стоит 2 400 то есть 2 400 уже тратить не будет вот как то вот так если получится будет отлично и куплю комплект прокладочек ну и соберу все обратно и сегодня вчера он привез сегодня можно будет его забрать вот как то так все поедем магазин смотреть и так ребятки квадрик у нас вон там за дворями стоит что получилось я думала обойти с легкой кровью и получаться хотел купить хотел купить как и сказал свечу уже с 12 резьбой и с короткой юбкой но съездил к офиса к официалам в городе свечей мжк или мжк кому как нравится да и мне ребята сказали что таких свечей не бывает поэтому поехал дальше по магазинам все магазины объездил искал головку то есть головку в сборе новую головку хотели просто купить то же самое в одном магазине только есть и получается башка от 154 мотора то есть у нас 152 кмг разница в них все посадочное все шпильки подходят шестерня грм та же самая звездочка разница больше клапана на 154 моторе и скорее всего может быть распредвал не такой но не стал брать испытывать судьбу потому что магазине сказали если будут видны следы установки то обратно не примем вот пошел по третьему пути это аргон и фрезеровка вчера заварил алексей мне заварил аргонщик работать на северном шоссе покажу как-нибудь для вас ребята для кто череповца хороший аргонщик варит нормально делает оперативно быстро бывает в гараже долго до 9 вечера там обычно так потом покажу как проехать и тут же отдал то есть лёха заварил мне и я отдал картер на фрезер на фрезере сразу сделают плоскость под свечу и соответственно за одну установку просверляют отверстие нарежут резьбу мотор 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 я только помыл картер одна половинка вторая половинка и опять попался картер и просто блять и инженеры я не знаю но это на студентам быть чтобы вот такие картера дело то есть да сделано сверление в картере но эти сверления как вы понимаете они полностью перекрытые вот так подшипник то есть вот она все время вот так она закрывается вопрос главному инженеру р.м. завода р.м. вроде бы должен быть ну не дурак должен быть зачем вот это операция для чего уберите эту операцию картер станет дешевле но это же человек за эту операцию получает деньги на заводе портится инструмент изнашиваться то есть лишний технологический процесс который вообще никакой роли вот в этом картере не играют как-то вот так дальше это у нас левый поршень да это правый поршень это правый поршень так сейчас найду делаю стопор вот эта сторона выхода то есть на выхлопе тоже немножко задиры есть но даже на палец ощущать и на впуске немножко тоже подорона левый вообще беда печаль его прихватывала на на не один раз просто ужасный со стороны вкус к тоже прихваты есть соответственно это форс не россия хоть и у их стоит внутри значок р.м. это поршни по-моему с такая лечит такой кованый поршень говно не просто они не ходят эти поршни не ходят соответственно у нас учатся вот такой цилиндры это у нас правый хотя поршень не сильно задран но цилиндра в задирах и в таких нормальных задирах это правый это левый левый еще хуже левый еще хуже сторона впуска более-менее нормально но снизу снизу плохая вверху более-менее нормально и что мы получаем с этого мото и коленвалу и коленвалу но коленвал чуть попозже сейчас я на с этим на призму поставлю вам покажу влияние то есть там наверно в районе десятки полутора даже десяток есть люфт на на правом шатуне этот шатун нормальный этот шатун печаль беда вот как то вот так все потихонечку собираю сейчас будем чуть сделаем с картером просверлим нормальное отверстие со стороны вариатора сделаем восьмерку со стороны зажигания сделаем думаю пятерочки пятерочку ну пятерочку может шестерочку на посмотреть сколько засверлено вот этот болтик чтобы не не попасться на отверстие сквозное и сделаем сразу под штуцер бензонасоса в режем его в картер сразу соответственно будут новые цилиндры цилиндры при пилим картеру уберем все ступенечки и и будем потихонечку собирать не берите парни вот эти блоки это просто блин потеря потеря денег и все или же или же покупайте когда блок покупайте сразу поршни чешские поршни ставьте а у метров ски поршни ставьте с кольцами вместе заводскими эти поршни не ходят могу не одну наверно сотню примеров привести сколько парней позвонила в этот сезон в этот и прошлый сезон да можно сказать не в это даже не прошлый сезон а как только начали продаваться вот эти голые блоки так можно сказать с первого сезона там сезон откатали люди из первого сезона начали начали звонки и у всех практически такая история то горит то правый поршень то левый поршень да это может быть и бедновато смесь и малое масло но ну не факт по нагару судя по нагару здесь была и богатая смесь и много масла если бы к примеру было мало масло подшипники коленвала бы напишем или подшипники коленвала виден даже средний средний подшипник даже в идеале как-то так все подготавливаемся и будем собираться пришла очередь нового коленвала балка ленчатый дата производства 19 год 25 октябрь месяц не под свободу получаются но сопки вариатора у нас вот так чтобы не отсвечиваем 2 сотки на сахаре зажигание у нас 6 соток 6 соточек в принципе можно оставить так это более менее еще нормально для этих валов но можно поправить сейчас попробуем поправить и так парни спустя полчаса времени индикаторы на нолях и поехали вращать сторона зажигания ой сторона коленвала у нас и не полторы сотки корона зажигания соточка соточка это такое редко парни бывают все индикаторы вот смотрите он работает и это также забота даже я бы сказал страна зажигания где-то в районе 5 микрон сотки нету так но 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 так если переставить так здесь вы ставим 0 например 0 то есть серединка будет с биением у нас получается с биением 7 соток 7 соток на середине лучше не получается откуда берется 7 соток вилле то есть вал вал у нас стоит состоит из получается из цатфы зажигания раньше на старых валах это была отдельная деталь сама цатфа и щека сейчас это одно целое цатфа и щека потом у нас получается вот эта щека потом идет средний вал вот с этой щекой вместе ну и соответственно эта щека с валом с цапой вариатора то есть этот вал провернут то есть у него нету ну там плюс минус ну это градуса нету нам ну может в районе одного градуса провернуть посередине то есть вот это щека у нас относительно пола не может провернуть потому что она сделана за одно целом за одну сторону а вот это щека относительно этой и вала у нас провернуто чуть-чуть вот отсюда с этого места берется получается 7 соток вот эти биение берется то есть по сути дела надо в серединке вал немножко щеки развернуть повернуть но этого не не сделать этого то есть это надо уже снова распрессовывать и не факт что ты очень супер попадешь так четко чтобы щеки вот эти щеки относительно были 180 град то есть пальцы нижние пальцы шатунов относительно друг друга были на 180 град то есть в принципе это для таких коленвалов спаренных это хороший результат то есть до 100 ну тут сотка и тут полторы сотки на серединке там в районе не в районе 7 соточек на середине это отличный результат ведь еще одна манипуляция с коленвалом это уже коленвал в картере одеты специально обученные подшипники сюда колечки колечки кроме сальников обязательно то есть да можно без крышки получается без крышки у нас где-то в районе двадцати двадцати пяти две с половиной десятки чуть чуть побольше в районе трех двадцать семь двадцать семь соток получается осевой зазор осевой зазор а уже с крышкой картера с крышкой картера и зазор будет меньше сразу убавило вот на две на три соточки сразу убавило поэтому если кто будет делать обязательно закрывайте картер хотя бы просто накидывать его сюда потому что когда без картера просто-напросто кольца вот так еще сверху ходят зазорчик вот есть и здесь ну не знаю видно вам будет и не видно так не видно будет да нет так не показать нет ну вот по индикатору видно индикатор видно и видно что как бы вот когда перемещаю то есть вот здесь промеж подшипника и щеки появляются зазорчик то есть вау груб грубо говоря как это делать скидываются кольца снимается подшипники как я и сказал они у меня специально обучены специально обучены этому делу два подшипника висят они у меня все время вот здесь все пацаны одеваем одеваем нормальное подшипник это у нас будут фиби джи фиби джи 306 c 3 зазор все как надо подшипники подорожали сейчас такой подшипник стоит уже пятьсот сорок рублей в магазине я покупаю в магазине в магазине подшипников 306 фиби джи он бесканалочный бесканалочный как надоели эти поезда так сутками ходят и ходят а там у нас таки два квадрика стоит один мини polaris ну который был да а вторая ремка вторая ремка ждет очереди своей так вот два подшипника без канавки считаю что это канавка не нужна так колечко давно практически все моторы собираю вот такие подшипники не практически все моторы собираю наверное мой собранный мотор не найти собранного мотора чтобы было подшипник был с канавкой принципиально принципиально их не ставлю и они там не нужны так все коробочки кидаем в одну коробочку эта коробочка уедет клиенту ну как чисто для отчетов дальше берем манжеты коленвала манжеты коленвала ладно парни буду собирать потому что я так могу снимать вечно что-нибудь разговаривать но у меня процесс не идет и так в коробочку и так молодые люди мотор у нас собран так блок я закрыл только осталось выхлоп поставить ну и соответственно на весной накинуть по выхлопному коллектору получается вот смотрите вот такая ситуация с выхлопным ну то есть я вот его немножко напильник у меня более менее ровный он специально у меня для этих дел предназначен больше я им ничего не делаю то есть вот такая картина с выхлопными коллекторами будет получаться каждый раз после того как вы его открутили вот и желательно каждый раз фланцы притирать потому что выгибают уши то есть здесь вот получается уши как бы сюда вывернуты оба уха и соответственно его немножко притереть и прокладки будут гораздо дольше держать если же его в таком варианте прикрутить то не факт что там через ну даже 500 ну тысячи думаю не откатаете и прокладки прокладки будут пропускать а когда прокладки выхлопа пропускают это не очень приятно потому что у нас получается что-то меньше то есть прокладка будет выхлопа пропускать здесь у нас стоит стойка охлаждения вентилятор воздухом будет все надувать сюда и вы получите с этой стороны со стороны как бы выхода воздуха такое ощущение будет как будто пропускают прокладки головок то есть вот эти прокладки которые здесь лежат вот эта прокладочка вот и поэтому буквально я притираю напильником можно притереть это если зеркало и наждачка это даже будет не хуже если нету такого напильника то зеркало наждачка ну или стекло наждачка или просто ровная деревяшка ну фанерка вот например такая только ламинированная все наждачку на ее закрепили даже проще на такую фанеру будет проще закрепить наждачку и все и пошоркали 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 вывели в плоскость и можно будет ставить все мне остается выхлопной коллекторов вот перетереть карбюратор у нас будет новый пикаровский новый карп бензонасос будет тайговский тайговский и под него я как говорил уже сделал штуцер прямо в картер вернул на фиксатор резьбы то есть намертво его туда его больше выкручивать оттуда не придется запускать сегодня не буду запущу в следующий раз поэтому ждите продолжения подписывайтесь на канал оценивайте это видео делитесь с друзьями подписывайтесь на нашу группу вконтакте на называться точно так же как и канал на ютубе буран гараж 35 найти легко в гугле вводите буран гараж 35 кто череповецкий местный вам выдаст сразу геопозицию где мы находимся гараж у нас находится это баршотская 12 на карте все будет на яндекс и на гугл карта мы есть все парни всем удачи всем пока катайтесь не ломайтесь ждите продолжения этого видео она будет с запуском и там продолжим собирать маленький квадрик соберем скутерные моторы все всем удачи всем пока катайтесь не ломайтесь